Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы поговорим о том, какую природу имеет сознание, и здесь в философии достаточно простая дилемма, она давно в литературе обозначена. Дело в том, что на формирование сознания сильно влияют два элемента, два компонента. Это, с одной стороны, биологическая составляющая, а с другой стороны культурная, социокультурная или общественная. И вот обсуждение этого вопроса, что, собственно говоря, важно, а важно и то, и другое, что важнее, вот это и будет предмет нашего разговора. То есть мы пытаемся обсудить вопрос о том, насколько вообще формирование сознания, что в процессе формирования сознания зависит от общества, а что зависит, собственно, от природы, и зависит ли что-либо вообще от самого человека. Ну, начать, я думаю, с того, что сознание зависит от мозга, а мозг все-таки данным эволюционным. Мозг это некая предзаданность, она не соотносится с социо-культурными условиями. То есть ты хочешь сказать, что он у нас в голове просто есть, находится? Да, вне зависимости от культуры. Это наше родовое свойство, обладать мозг. Иметь мозг. Да, есть такая неприятность. То есть идея простая, что все-таки как бы мы не восхищались животными в цирке или зоопарке, обезьянку можно одеть в платьице и заставить ее сидеть за партой, но даже если мы усыновим обезьянку и будем ее воспитывать так же, как наших детей, то, собственно говоря, человеком обезьянка не станет. Но здесь еще момент, что все-таки высшие приматы приближаются качественно к человеку более или менее. Хорошо, если мы хомячка оденем как наших детей и будем воспитывать так же, то самосознание все равно и сознание у хомячка не образуется, не важно какой-то хомячок будет местный, сетевой или еще какой-то, не имеет значения, не возникает сознание. Правда, тут возникает другая проблема, что если человека одеть как хомячка и воспитывать как хомячка с рождения, то сознание тоже не образуется. И вот тут мы сталкиваемся с достаточно любопытной ситуацией. С одной стороны, чтобы стать человеком, нужно родиться человеком и иметь мозг человека, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы сознание сформировалось, нужно не только родиться человеком, но и вырасти среди людей. Получается, поскольку человек существует не только биологическое, нам необходимо влияние и других факторов, социальных и культурных. Биосоциокультурная некая история. История про Маугли, она, конечно, очень красивая, но у этого мультика есть, конечно, масса недостатков, я имею в виду. И у книги. А у мультика вообще, во-первых, начнем с его походки. Очевидно, если бы он воспитывался среди обезьян, у него был бы жуткий сколиоз среди волков. Тем более, он бы ходил на четвереньках, у него был бы жуткий сколиоз, и он не имел бы фигуру атлета. Так же, как и Тарзан, кстати. Но дело даже не в том, как он выглядел, и какая у него была фигура, и как он передвигался, а в том, что после этого адаптироваться к миру людей у него бы не получилось, ни при каких условиях. И это мы знаем не из мультика, а это мы знаем из реальных наблюдений над такими трагическими случаями, когда действительно дети терялись, находились, и потом их пытались социализировать, включить в общество, и, в общем-то, это не получалось. Да, там часто говорят о возрасте три года. Если ребенок не воспитывался в социальной среде, не был социализирован каким-то первичным образом до трех лет, то обучение языку и уже, соответственно, полное развитие сознания невозможно. И вот тут, конечно, мы сталкиваемся с дилеммой. То есть ситуацию можно назвать ситуацией яйца курицы или как угодно, но это действительно проблема. Чтобы стать человеком... Мало родиться человеком. С одной стороны, мало родиться человеком и нужны люди. То есть нужно человеческое окружение. И тогда возникает вопрос о том, как люди возникали. Получается, для того, чтобы стать человеком, мы должны находиться среди людей, а эти люди должны тоже были откуда-то взяться, ведь они должны были стать людьми. Здесь ещё один важный момент, связанный вот с чем существует, и о котором, наверное, тоже надо будет поговорить. Это проблема соотношения языка и сознания. Есть ли сознание за пределами нашей речи? Собственно говоря, можно поставить вопрос так. Мыслим ли мы и существует ли наше сознание только в форме речи? Либо есть некоторые переживания, которые осознаются и лишь потом вербализируются, а потом принимают форму слова. И тогда получается, что такой выбор. Либо сознание находится на уровне доречевом, на уровне непосредственного переживания, а уже потом это мы пытаемся с какими-то потерями для содержания сформулировать, описать словами. Это одна история. Либо другая история, согласно которой мы мыслим уже непосредственно при помощи языка, сразу и непосредственно. Или разные сферы сознания по-разному себя ведут. Одни остаются в виде образов переживания, другие вербализируются. Тут есть достаточно большое количество проблем, но мы, возвращаясь к сюжету, о том, что делает человек человеком в социальном окружении, должны сказать, что не только язык. Не только язык. Потому что огромное значение имеет для того, чтобы мы социализировались и приобрели человеческую сущность какую-то, имеет огромное количество деятельности, собственно говоря, не только языковая, но, допустим, трудовая деятельность. Игровая деятельность. То есть человек становится человеком в результате довольно развернутой, сложной, дифференцированной деятельности. Мы говорим, мы трудимся, мы играем, мы имитируем, мы повторяем, и таким образом постепенно создаём в себе человека. Здесь есть один любопытный момент. Человек набирает себя и собирает себя из того опыта, который находит извне. И, в общем, конечно, это выглядит довольно искусственно. Однако с течением времени происходит то, что мы срастаемся с этим, и это становится нашим Я. Удивительно, в мире нет ничего такого, чего бы было исключительно наше. Наши музыкальные пристрастия. Если только мы не сами поём эти песни, то, скорее всего, как минимум ещё несколько миллионов человек слушают то же самое. Книжки, которые мы читаем, если мы их не пишем, то, скорее всего, кто-то их ещё любит. И если вы попытаетесь определить себя, допустим, через вот эти вещи, которые для вас значимы, ответить себе на вопрос, кто я такой, то это будет марка одежды, которую вы носите, группа, которую вы слушаете, книжка, которую вы читаете. Вот если по этим параметрам подобрать, то, я думаю, несколько миллионов человек в принципе мы найдём. Не отличим их практически. По формальному описанию. И вот с такими же свойствами. И здесь, конечно, возникает вопрос, как из этих общих всем элементов формируется уникальное, ни на что не похожее человеческое Я. Если бы ты был проще и народ бы к тебе тянулся, то, видимо, ты бы хотел сказать, что наше сознание имеет творческую активную природу? Нет? Можно и так сказать. И значительное количество степеней свободы. Но ещё фактор случайности. И фактор случайности. Но вообще вся наша жизнь фактор случайности, потому что у папы могли быть другие планы в этот момент, и поэтому здесь всё хорошо сложилось достаточно. Я говорю о том, что из того опыта, который мы имеем, из этих кусочков, из этих фрагментов, из этих данных, из этих блоков, из этих кирпичиков, даже если кирпичики идентичны, они никогда не бывают идентичны, но даже если кирпичики идентичны, мы всегда можем сложить огромное количество разных зданий. Точнее, скажем так, что если сравнивать вот это человеческое сознание с набором лего, то они формируются по некой условному наброску, где примерно основные элементы и блоки присутствуют, но никогда не по одному и тому же плану, никогда не по одной и той же схеме. В этом смысле у нас есть достаточно большое количество внутренней свободы, которая позволяет нам освободиться и выйти за пределы внешних детерминаций. Мы всегда сохраняем собственную свободу, несмотря на то, что есть факторы, причины на нас определяющие. Этот момент мне кажется достаточно важным. И ещё один сюжет, мне кажется, надо о нём сказать, это соотношение таких понятий, как сознание и культура. Потому что культура, собственно говоря, это отдельная тема, но вот если говорить, чем отличается животное от человека, как определить? Нашли мы какую-то, в раскопках, нашли мы в раскопках какую-то норку, и не вполне понятно, норка ли это человека, либо норка это животного. Как определить, в чём разница? Как определить, жили здесь люди или просто какие-то сложные существа? Потому что животные способны создавать очень хитро вымученные гнёзда какие-нибудь, животные способны создавать очень сложные конструкции, сплетать какие-то домики в виде носков или ещё чего-то. Это всё без помощи рук, при помощи одного клюва. Я для себя этот вопрос объясняю очень просто. Как определить, человек строил или нет? Животные никогда не украшают собственные жилища. Если увидели там коробку из-под конфет, в которой вырезаны с цветами и повешены на стенку, это значит человек. Если увидели подставку из-под конфет, который вокруг баночки шелестящей стороной обвёрнута вперёд, это значит человек. То есть человек, в отличие от животного, способен придавать некоторым вещам смыслы и значения, которые имеют символическую значимость. Не для того, чтобы самок привлечь. В природе это всё делается естественным путём. Она уже раскрашивает природу павлина как надо. Ему не надо ничего делать самому. Человек способен к такой, в какой-то смысле, бессмысленной деятельности, непонятной и невнятной. Бессмысленной на первый взгляд. Но которая даёт ему некое удовольствие, имеет для него некоторый смысл. Вот эта способность человека создавать то, что с практической точки зрения не имеет значения, по существу, является культурой. Ещё к этому можно добавить, что культура, в отличие от опыта животных, это информация, которая фиксируется не только в генах, и исчезает после индивидуальной жизни, она фиксируется в каких-то носителях. Она в генах вообще не фиксируется. Это информация, которая не фиксируется в генах, а фиксируется в некой сфере. Сфере совместной деятельности, совместного опыта. Идея очень простая. То, что не относится к культуре, так скажем, когда мы оставляем потомство какое-то, оно получает от нас набор инстинктов, набор рефлексов, генетическую информацию, необходимую для того, чтобы мы выжили. Все наши знания иностранных языков, английского, клингонского, эльфийского и прочих, прочих, прочих. Все наши, все то, что мы прочитали и все, что мы подумали, все дурацкие стихи, которые мы написали, весь у нас гигантский жизненный опыт, вот все это не передается непосредственно. Оно передается другим образом. Оно передается при помощи языка, при помощи культурных артефактов. И это, кстати, то, что позволило человеку достаточно быстро двинуться вперед. Не приходилось заново открывать. Не приходилось и ждать, пока это отложится в твоих генах. Вот эта способность создать культуру, которая переживает своего носителя, сохраняется в языке и идет дальше, вот это вот очень важный момент. И повлияло на развитие сознания. Собственно говоря, это, во-первых, влияло на развитие сознания, а во-вторых, просто обеспечило человеку возможность стать тем, кем он стал. .